В начале, когда приходит пациент, мы производим консультацию, можно сделать диагностику по пульсу, собираем весь анамнез и думаем, какие нам дальнейшие шаги. Расположен ли человек на долге курс лечения или на недельный, а может быть просто на массаж. Это уже человек сам выбирает. Ну вот по пульсу сразу можно сказать, что сосуды головы, там есть проблемы, есть небольшие сужения, но в стенке сосудов не эластичны. Я даже думаю, что иногда внутричерепное давление может быть. По внутренним заболеваниям этих хронических выраженных нет. У вас колено, да? Ну, у меня колено, да, вот основные мои такие. Ну, это проблема метаболизма, да. Ну и сосуды. Вот я сейчас просто напишу, чтобы просто иметь в виду, что у каждого человека есть предрасположенность к определенным заболеваниям. И я считаю, что самая такая, это не быстро, это не 3, не 5, может быть 15, может быть 20 лет. Именно вот проблема сосудов головы, это первое, что даст себе серьезно знать. Когда мы делаем диагностику, я считаю, первой основной задачей, прежде чем говорить о долголетии и моложении, какая основная проблема, которая может стать основополагающей, может быть, это в ближайшее время, есть предрасположенность к инсульту, может быть, есть предрасположенность к опухоли, к инфаркту. Поэтому самое главное в задаче диагностики, это определить первую, более глубинную проблему, с ней справиться, и тогда у нас будет большой отрезок времени для того, чтобы заниматься моложением и долголетием. После диагностики по пульсу мы можем посмотреть, у нас темнопольный микроскоп, посмотреть диагностику по капле крови, можем провести биорезонансную диагностику. Есть у нас диагностика ВССК на определение, есть ли у человека предрасположенность к опухолевым процессам. Мы собираем вначале анамнез и затем уже составляем план лечения. Часто приходят дети, и мы смотрим их предназначение. Какие у него склонности, какие сильные стороны, какое образование лучше ему получить. Мы работаем с внутренними заболеваниями, воспалениями, органными проблемами, с болезнями пищеварения, вплоть до самых серьезных проблем, до онкопроблем. Для чего используется микроскоп? Он может быть как отдельной диагностикой, так и определением динамики. Вот сейчас мы провели процедуру в капсуле. Капсула – это несколько тысяч кристаллов кварца, определенная частотная музыка и определенная частота, которая подается на кристаллы. Человек, который там находится, у него происходит регенерация суставов, регенерация сосудов. И после процедуры мы должны посмотреть кровь, какие изменения на уровне крови произошли. Если эритроциты будут очень активные, если они будут двигаться, мембраны не нарушенные, значит капсула сработала хорошо. Лучше для определения динамики, лучше регулярно смотреть, потому что мы точно можем посмотреть результат. То есть это не количественное определение крови, это именно качественная характеристика до и после. Мы видим, что подвижность нормальная, все-таки агглютинация, срепание эритроцитов есть, но все мембраны ровненькие, все движется. Есть препараты, которые после одной капсулы все эритроциты разрепляются. А с чем связано вот это срепление, то, что срепление? Это огромное количество, сейчас мы пульс еще посмотрим. Это могут быть внутренние проблемы, это может быть перелет, это может быть алкоголь, допустим, вчера человек выпил и происходит срепление. Огромное количество, это могут быть хронические заболевания. Но в данном случае я могу сказать, что состояние неплохое, уже больше минуты прошло, все эритроциты движутся, много отдельных, и мембрана очень хорошая. Я думаю, еще одна процедура, и скорее всего все эритроциты разрепятся. Но это вот как раз один из способов определения динамики. До, после.